Американские вопросы Урик профессор университета Джонса Хопкинса Сергей Радченко 14 октября 1962 года самолет-разведчик Ю-2 сделал фотоснимки, из которых явствовало, что на Кубе устанавливаются советские баллистические ракеты Р-12 с ядерными боеголовками Совершенно неожиданное известие вызвало крайнюю тревогу в Вашингтоне, поскольку это означало, что значительная часть восточного побережья страны В считанные недели впервые окажется в зоне досягаемости советских ракет средней дальности 22 октября президент Кеннеди выступил с телеобращением к американцам, сообщив о советских ракетах на Кубе и в своем решении при необходимости применить силу, чтобы нейтрализовать эту угрозу Соединенным Штатам Он объявил о морской блокаде Кубы с тем, чтобы не допустить в ее порты советские суда с ракетами на борту 24 октября советские суда достигли зоны границ кордона, установленного американскими кораблями, не попытавшись его пересечь 26 октября Хрущев посылает Кеннеди письмо с предложением убрать ракеты в ответ на обещание США не вторгаться на Кубу Но 27 октября над Кубой кубинцами был сбит американский самолет-разведчик Ю-2, что с точки зрения Пентагона означало фактическое провозглашение войны Джон Кеннеди, вопреки советам военным, отказался дать приказ нанести воздушный удар по советским ракетным установкам на Кубе И в тот же день он получает от Хрущева еще одно послание На этот раз с предложением вывезти ракет из Кубы в ответ на демонтаж американских ракет, размещенных в Турции Формально Кеннеди принимает первое предложение Хрущева, но приватно он согласился и убрать ракеты из Турции Ситуация, когда человечество от ядерной войны, возможно, отделило лишь решение Кеннеди повременить с ответом Но уничтожение американского самолета стало результатом авантюрного, как считает Сергей Радченко, но объяснимого шага Хрущева В первых, с точки зрения безопасности Советского Союза У Советского Союза тогда были межконтинентальные баллистические ракеты, которые, как известно, были изобретены в 1957 году Но их не было в достаточном количестве, чтобы действительно угрожать Соединенным Штатам А вот ракеты среднего радиуса действия были в достаточном количестве И они были более надежные Если они находились на Кубе, Хрущев мог бы тогда угрожать и компенсировать свою проблему безопасности С точки зрения вот тех ракет, которые размещались в Турции и в Италии, разместив ракеты на Кубе Такое объяснение действием Хрущева было первым, которое появилось в американской историографии кубинского-карибского кризиса Можно подходить к этому вопросу с другой стороны? И здесь надо войти в положение Хрущева и понять его психологию Почему его так допекали эти ракеты в Турции? Мне кажется, что здесь он исходил из тезиса Как такое может быть, что вот американцы размещают вокруг нас свои ракетные базы А мы почему не можем этого сделать? И это, кстати, сразу видно во многих его высказываниях того периода Он очень беспокоился об этом Еще даже в 1961 году после попытки американцев высадить команду в заливе свиней Хрущев писал Кеннеди, написал ему письмо И высказывался в том смысле, что вот почему, мол, американцы считают, что нельзя иметь Советскому Союзу какие-то базы возле своей территории А вот американца можно То есть, как он потом написал в своих мемуарах, размещая ракеты на Кубе, он старался подбросить ежа в штаны дяде Сэму Но это не единственное объяснение В 90-х годах, когда появились первые советские документы по Карибскому кризису Сын Арнастаса Микояна, Серго Микоян, который сам был специалистом по Латинской Америке и так далее Вот Микоян брал с собой в поездки на Кубу Сын Микояна выступил с такой идеей, что, мол, Хрущев решил разместить ракеты на Кубе, потому что он хотел спасти кубинскую революцию от посягательств американцев Крущев действительно боялся, что будет предпринята очередная попытка со стороны США захватить Кубу И, размещая там ракеты, он пытался как-то ослабить эту угрозу, защитить Кубу от посягательств империалистов Я в своих исследованиях делаю упор на китайском факторе Советско-китайские отношения, начиная с конца 50-х годов, ухудшаются, достаточно резко ухудшаются В начале 60-х уже фактически раскол идет И китайцы обвиняют Советский Союз в том, что он придает освободительное движение в странах третьего мира И вот в этом контексте Хрущеву необходимо было показать, доказать китайцам, что Советский Союз это действительно революционная держава Которая поддерживает революцию в странах третьего мира, в том числе на Кубе Я не думаю, что можно это просто ограничить одним фактором И ведь известно, что в Белом доме считали, что Хрущев хочет воспользоваться угрозой ядерных ракет на Кубе Для того, чтобы добиться уступок в кризисе вокруг Западного Берлина Да, это одно время считалось такой важной теорией Кеннеди думал об этом, когда впервые он узнал о размещении советских ракет на Кубе Он подумал, что таким образом Хрущев пытался поднажать на Западный Берлин Потому что понятно, что это начиная с 58-го года Он пытался все, пытался выжить американцев из Западного Берлина Но если мы посмотрим на советские документы То выясняется, что это вообще никогда не обсуждалось при принятии этого решения Но чем бы не руководствовался Хрущев? Если даже какие-то из его аргументов можно в теории признать весомыми То у историков, насколько я понимаю, есть единодушие, что избранный им метод действий Недооценка Джона Кеннеди, непонимание Соединенных Штатов и привели мир к порогу ядерной войны Да, совершенно верно, Хрущев был авантюрист по своей натуре Это совершенно очевидно И он научился использовать ядерное оружие для шантажа Когда это произошло? Ну, во-первых, уже в 55-м году, в ноябре 55-го года Советский Союз тестирует термоядерную бомбу И в то же время достигает неплохих прорывов в области ракетных технологий В 57-м году, опять же, тестирует в июле 57-го года первую межконтинентальную баллистическую ракету И когда вот эти два фактора совмещаются в одно, у Хрущева появляется оружие, которому он может угрожать США И ядерная дубинка, которую он может попугать Первый раз это видим в 56-м году, во время Суэцкого кризиса Когда Хрущев написал свои небезызвестные письма премьер-министру Великобритании и Франции Где он пригрозил ядерным ударом по этим двух странам В то время они как раз совершали агрессию против Египта в районе Суэцкого канала И Хрущев пригрозил этой ядерной дубинкой И вдруг кризис заканчивается, причем Англия убирается вон из Суэза И Франция тоже отходит Хрущев заключил для себя, что значит ядерный шантаж сработал На самом деле, конечно, мы сейчас прекрасно это знаем По историческим документам Суэцкий кризис разрешился только благодаря давлению США Особенно финансовому давлению на Великобританию В 57-м году он использует его для разрешения сирийского кризиса против Турции Он стал угрожать Турции, Турция вроде тоже испугалась И Хрущев решил, что вот все проблемы разрешать, просто пригрозив ядерной войной То же самое происходит в ноябре 58-го года Когда он начинает шантажировать американцев в отношении Западного Берлина Лето 58-го года, когда был кризис на Ближнем Востоке И в то же время кризис в Тайваньском проливе Опять Хрущев пишет письмо Эйзенхауру, в котором угрожает ядерная дубинка уже США А в случае с Кубой ситуация очень интересная Потому что, в принципе, на Кубе уже произошла революция Куба, по идее, могла делать все, что угодно В том числе заключать соглашение с Советским Союзом о размещении хоть чего Хоть каких баз Некоторые историки думают, что если бы Хрущев заключил открытое соглашение с Фиделем Кастро О размещении ракетных баз То американцы бы просто ничего не смогли сказать Или, по крайней мере, они не смогли бы это сказать таким образом Как они сделали это в Объединенных Нациях Советский Союз тогда был публично выставлен в роли лживой агрессивной силы ВОН Ведь достаточно вспомнить прогремевший на весь мир диалог американского и советского представителей ВОН Когда американский посол требовал от Советского ответа на вопрос Установлены ли на Кубе советские ядерные ракеты А Советский неловко уходил от ответа Все равно для американцев трудно было принять наличие советских ракетных баз на Кубе И особенно, и это для Кеннеди очень важно, это же было накануне выборов в Конгресс США В ноябре 62-го года предполагались выборы в Конгресс И Кеннеди выставил бы себя очень слабым с точки зрения его политической позиции Но если бы Хрущев пошел публичным путем То тогда США пришлось бы очень трудно доказывать свою правоту именно в ООН Тогда битву за сердца мирового общественного мнения выиграли, конечно, США Почему? Потому что Хрущев решил все делать втихую Все у него проходило как секретная какая-то операция Он, может быть, и собирался что-то там объявлять публично Но, по крайней мере, до того, как американцы раскрыли расположение ракетных баз на Кубе Он заявлял, что на Кубе находится только оборонительное оружие Профессор Аченко, что, по вашему мнению, помогло предотвратить американский удар по советским ракетам на Кубе? Ну и обмен ядерными ударами, который выглядел очень реальным в тот момент Мне кажется, здесь надо понимать психологию Хрущева Хрущев — это человек, который прошел через Вторую мировую войну У него сын погиб на Второй мировой войне Он в своих мемуарах описывает ужасные картины, запечатлелись в его памяти Хрущев, как и другие советские руководители, понимал, что такое война И, мне кажется, вот это понимание и привело к тому, что он отступил от края пропасти И еще он понял, во время самого кризиса, он понял, насколько опасна была ситуация Ситуация просто могла выйти из-под контроля И уже он думал, что США готовятся к нападению на Кубу А Фидель Кастро, который тоже это все прекрасно понимал, вообще предложил Хрущеву нанести упреждающие удары Когда вот эта информация дошла до Хрущева, это было 26 октября 1962 года, Хрущев ужаснулся И потом не раз говорил об этом, что только полный сумасшедший может решиться на нанесение превентивного ядерного удара И как он потом не раз говорил, он говорил, мы не хотим умирать красиво Кеннеди тоже был не сумасшедший, да, и он в переговорах с советским руководством Он все-таки сделал какие-то уступки, в том числе он пошел на то, чтобы убрать эти ракеты с Турции И также он сделал публичное заявление о ненападении на Кубу То есть это позволило Хрущеву сохранить лицо каким-то образом Конечно, это было поражение, но он что-то все равно вынес из этого, и главное, он сохранил мир Мы вернемся к разговору с Сергеем Радченко и Ниной Хрущевой, оставайтесь с нами Привет, я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира» Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов В Apple, Google, Spotify и в других приложениях Это подкаст «Американские вопросы» у микрофона в Нью-Йорке Юрия Жигалка Уроки Кеннеди и Хрущева для Путина Мои сегодняшние собеседники Нина Хрущева и Сергей Радченко Считается, что одной из ошибок Кеннеди было, что он катастрофически недооценил Джона Кеннеди Ну это частично факт и частично миф Ну факт, что Хрущев и Кеннеди встретились в Вене в 61 году У них там состоялись переговоры Конечно, Кеннеди был молодой По сравнению с Хрущевом, Хрущев считал себя более опытным И пытался припугнуть Кеннеди Ну я читал записи бесед Я бы не сказал, что Кеннеди был слишком напуган Что интересно в отношении Хрущева и его понимания о Кеннеди Хрущев считал, что за Кеннеди стоят другие люди Но у него у Хрущева вообще было такое немножко размазанное впечатление Понимание американской политики Он думал, что президент это фактически пешка За президентом стоят какие-то фигуры Там Рокофейлер какой-нибудь Или военно-индустриальный комплекс И поэтому Хрущев боялся, что на Кеннеди надавят вот эти именно силы военные Там какие-то другие И заставят его начать войну с Советским Союзом У Хрущева хватило мудрости и мужества остановиться Когда он осознал, что Кеннеди настроен серьезно В том, что касается Путина Многие пишут, что он совершенно не ожидал Столь решительного ответа Вашингтона на вторжение в Украину Как вы думаете, может он все же совершить ошибку? Если он считает, что администрация Байдена и НАТО не решатся ответить Скажем, на использование тактического ядерного оружия в Украине Или, например, атаку на территорию НАТО Такие сомнения не только у него Сомнения всегда бывают Во времена Холодной войны были те же сомнения Были те же проблемы, например, в отношении Западного Берлина Стали бы Соединенные Штаты защищать Западный Берлин Даже если бы это вызвало ядерную войну с Советским Союзом И многие, многие тогда говорили, что ну это навряд ли Потому что, конечно, американцы любят Западный Берлин Но Вашингтон любят больше И европейцы очень беспокоились об этом С чем связаны все эти истории Развертывания американских ракет В том числе и с тем, чтобы предоставить Вот такую реальную угрозу Советскому Союзу Именно с европейской территории Потому что опасения были такого рода Если, допустим, Советский Союз ударит по территории Западной Европы Своими ракетами В Союзе были такие ракеты, назывались СС-20 Номинация натовская Американцы, у которых не было ничего подобного в Западной Европе Не станут отвечать массированным ударом со стороны Соединенных Штатов Потому что на это пойдет удар уже со стороны Советского Союза По Соединенным Штатам И это всегда была проблема в НАТО И это и сейчас проблема в отношении Украины Вопрос стоит так Если дойдет вдруг до ядерной войны с Россией Между Америкой и Россией Пойдут ли американцы на это? Вот в чем вопрос И Путин, я думаю, как в игре русская рулетка Когда загружаешь пулю в барабан И вот передаешь пистолет друг другу И игроки начинают стрелять себе в висок Понятно, что человек, у которого больше стоит на кону Или который больше уверен в своей победе Может это сделать в надежде, что его оппонент Просто не пойдет на такой риски В данном случае, я думаю, Путин как раз играет русскую рулетку с револьвером Только у него не одна пуля, а все шесть в барабане И просто он надеется, что американцы не хотят воевать с Россией напрямую В чем, с вашей точки зрения, главный урок Карибского кризиса? Главный урок заключается в том, что, в принципе, лидеры сами не хотели Ни тогда, ни сейчас, наверное, не хотят идти на ядерную конфронтацию Но она как бы может случиться сама по себе И только вот сейчас мы понимаем, насколько близок мир тогда был к ядерной катастрофе Наоборот, может сгубить кризис своим поведением в расчете на то, что он как-то в этой игре с револьвером он все-таки выиграет С точки зрения Нины Хрущева, решение Никиты Хрущева отправить ракету на Губу выглядит ясно В 61-м году в Турции разместили ракеты американцы Хрущев шел в Болгарии, в Варне, с Малиновским И Малиновский сказал ему, вот тут ракеты опять стоят, они направлены на Киев, Ленинград, Москву Киеву нас базы и натовские окружили И Хрущев сказал, возмутился, как он обычно возмущался тем, что нас за людей не считают И мы все время хотим доброго и хорошего Просил их о разоружении Кстати, еще в 59-м году предлагал из НХ Уэра на 50 лет вообще заморозить все ядерные разработки Никто не слышит И вот они наставили, а у нас нет И он сказал, мы подкинем ежика в штаны дяди Сэму Громыко считал, что это чересчур Микоян боялся, что Америка ответит А он сказал, ничего страшного Тем более, что я Кеннеди, он действительно, он сказал Я Кеннеди много раз предупреждал, что если вы будете гоняться за Кубой То мы будем считать, что у нас есть возможность вам отвечать Был посол Алексеев на Кубе, который многократно про это рассказывал И Трояновский многократно про это рассказывал, кстати, Олег Трояновский И они говорили, что это, конечно, была авантюрная затея Но, тем не менее, она принесла свои плоды И что у Хрущева в той ситуации, чтобы заставить себя услышать, выхода другого не было Как вы думаете, можно назвать эту попытку тайного размещения на Кубе ядерных ракет авантюрой Кремля Которая подтолкнула мир к порогу ядерной войны? Нельзя, нельзя Потому что Хрущев все время говорил, что это оборонительно Кеннеди выбрал путь конфронтации, эскалации Кеннеди были свои ястребы, которые там ему тоже в затылок дышали Как же мы идем на пути у Советов и так далее То есть он пошел в конфронтацию сделать из этого историю Да, конечно, Советский Союз послал свои ракеты Но дальше танго они танцевали вдвоем Как в эскалации, так и в деэскалации И опять же в ответе критикам После того, как они уже договорились Если вы читали письма, вы наверняка читали У них просто совершенно уже они абсолютно согласны о том, как идти, двигаться к миру Доходить до разрядки Правда, потом это брежневское слово стало Но это уже было тогда Ввели этот телефон на случай проблем Обсуждали осенью-зимой, не помню Приезд Кеннеди в Москву То, что Хрущев хотел Отстали от Фидели Кастро до его смерти И после этого уже Америка была намного более осторожна Чем брать на вызов Советский Союз Эти действия Советского Союза для Америки Стали очень останавливающим и балансирующим событием Дальше можно говорить, что это было слишком экстремально И это правда Может быть, это было слишком экстремально Но Хрущев считал И, как мы видим сегодня, Путин считает Правда, он пошел намного дальше И совершенно не собирается останавливаться Независимо ни от чего В отличие от Хрущева Что по-другому с Америкой сговорить невозможно Она понимает только, когда ей вот кидают этого ежика в штаны дяди Сэму Нина Хрущева Но ведь подбрасывая этого ежика в штаны США Хрущев представлял, чем он рискует Он ожидал такого ответа, как вы думаете? Абсолютно не ожидал такой решительной реакции США Потому что он встретился, как вы знаете, с Кеннеди в 61-м году Скажу, мы, кажется, напугали этого молодого человека Или, мы, кажется, этому молодому человеку показали, что мы такое И вообще, надо сказать, непонимание было большое Потому что Хрущев считал, что и Эйзенхауэр, и Кеннеди Кеннеди в силу молодости А Эйзенхауэр в силу, во всяком случае, внешней мягкости Они вообще сами не управляют государством А управляют братья Даллеса или какие-то их советники Потому что, как вы знаете, в американской политике Как принято советоваться Это с Горбачевом тоже были такие проблемы Потому что Горбачев там обещал, мы все разоружим А Рейган говорил, мы там должны обсудить в Конгрессе И Горбачев, естественно, даже Горбачев не понимал, что это обсудить Я решила, значит, так и будет То есть Хрущев в этом смысле, безусловно, было недопонимание Он ошибся в оценке Кеннеди еще отдельно Потому что он говорил про него, что он какой-то там журналист И стал президентом только потому, что он богатый И вообще, кто он такой? И вообще, он идет на поводу у ястребов И, как оказалось, Кеннеди оказался довольно грамотным президентом И прекрасно мог противостоять своим ястребам Когда уже стало ясно, что этот кризис нужно разматривать И к чести Хрущева, когда он понял, что он ошибся в Кеннеди Он потом вот в своих уже дальнейших письмах после ноября Они были практически умоляющими Что раз вы такой оказались Нам с вами нужно как можно больше сделать действий Я понимаю, как вам было тяжело Потому что на меня не давили поджигатели войны А на вас давили ваши поджигатели войны И так далее, и так далее То есть он проникся искренним уважением к Кеннеди? Абсолютно К уважением и даже Ну, в общем, даже любовью какой-то такой Когда я сейчас читала всю эту их переписку Если бы Кеннеди не убили И они бы действительно встретились Трудно представить, конечно Уже сейчас это невозможно говорить Может быть, Хрущева бы не убрали в 64-м году Хотя это была одна из причин Это была не главная причина, по которой его убрали Но, например, когда его убирали Как бы его обвинения разнообразных Одно было, что он И вот вы нас так опозорили С Карибским кризисом Сначала полезли А потом убрали оттуда ракеты Зачем вы убрали ракеты? Это показало, что мы моргнули А Хрущев сказал Вы что, с ума сошли? А я что, должен был начинать мировую войну? Если бы его не убрали Может быть, холодная война уже давно бы кончилась То есть, конечно, и там, и с другой стороны есть И там, и там военно-промышленный комплекс Которому это совершенно невыгодно Но мы не знаем Потому что их отношения были уже потом Абсолютно практически дружескими И когда Джеки Кеннеди Последнюю ночь свою проводила в Белом доме 1 декабря Последнее письмо оттуда Она написала Хрущеву О том, как Джон Вы стояли на разных сторонах политики Но при этом вы оба Огромные борцы за мир И теперь вам придется бороться за мир Не только за себя, и за Джона тоже То есть, это, в общем, были не просто слова Они действительно сошлись на том Что мир важнее любой конфронтационной политики Тем более ядерной Но оба они пережили то, что могло быть каноном ядерной войны Говорят, что семьи многих американских чиновников Тогда покинули Вашингтон Что вы считаете, помогло им прийти к договоренности После решительных и довольно враждебных публичных заявлений? Да, конечно Но они пережили и вышли оттуда с честью Потому что Кеннеди, значит, Хрущев добился Что он хотел, они перестали Американцы перестали охотиться за Кастро И оставили Кубу в покое И вывели ракеты из Турции И Кеннеди сказал Но это только если это будет секретом Потому что я не могу показать, что я пошел у вас на повайду На что Хрущев порвал плечами и сказал Пожалуйста, вы представите сегодня политика Который получит то, что он хочет Но при этом пострадает его репутация Да в жизни не будет Да, один из напряженнейших моментов кризиса Возник, когда кубинцы сбили американский самолет-разведчик Ю-2 На что, согласно плану действий Нужно было ответить ударом по Кубе К чему и призывали военные Но Кеннеди дал отбой и сказал Подождем А как раз вот именно в этот день, 27-го И был тот момент, который Кеннеди сказал не отвечать А Хрущев приказал не сбивать И кубинцы сбили все равно Несмотря на приказ И в этот же день Еще один важный момент произошел Когда Ю-2 Случайно влетел в советскую территорию И Макнамары тогда сказал, что все Сейчас будет война Были уверены, что Советский Союз атакует То есть могли атаковать в этот момент Из-за этих двух Ю-2 С двух сторон Кастрин же тогда сказал В этот день Он сказал Хрущеву, что давайте Раз вы все время хвастаетесь, что столько ракет Давайте мы сейчас разбомбим Америку Потому что иначе разбомбят Кубу И вот эти вот три события в этот день Заставили Хрущеву понять, что Даже при всех хороших обстоятельствах Все равно есть Неожиданности, которые контролировать невозможно И они могут в любую секунду выйти Из-под контроля Начнется война То есть и тот, и другой приказали Не сбивать И, кстати, еще одно приказание Хрущева было Когда Кастро и все думали Что после Ю-2 на Кубе Кеннеди атакует Приказание Хрущева было Не отвечать ядерным оружием Ни в коем случае Не отвечать ядерным оружием В общем, несмотря на дистанцию в 60 лет Параллели между двумя кризисами очевидны Абсолютно Во-первых, мы не знаем Есть ли back channels Совершенно То есть они, наверное, должны быть Но так как дипломатический разговор вообще ушел А Лаврова ушел Из Европы ушел Его практически нет Уже никто дипломатически ни о чем не говорит И кто там back channel делает Совершенно непонятно Правда Во-вторых, Кеннеди политик, естественно Хрущев тоже политик Первый публичный политик В Советском Союзе Публичный политик в том смысле Что он мог моделировать свои формулы поведения В зависимости от политических ситуаций Мы не видим этого сегодня Хотя, в принципе, Путин раньше показывал Что он может что-то моделировать Но сейчас он себя ведет Как подполковник КГБ К которому он начал эту свою карьеру Потому что он идет только в одну прямую дорогу Что надо побеждать И надо побеждать любыми способами И враг должен быть повержен С сапогом у него на лице Что совершенно никогда не может быть разговором В политической ситуации Потому что политика – это компромисс в любом случае Вот то, что Кеннеди и Хрущев показали Политика – это компромисс Сегодня мы не видим политики и компромисса Что, в общем, делает этот опасной конфронтацией Меня все время уже целый месяц спрашивают По уроке – нет уроков Уроки никто не выучил Как говорил Ключевский Он говорил, что история никаких уроков не учит Она только наказывает за невыученные уроки Вот у нас сейчас история наказывает за невыученные уроки Это был подкаст «Американские вопросы» Ведущий Юрий Жигалкин Уроки Кеннеди и Хрущева для Путина Авантюризм или необдуманные действия Кремля Что привело мир 60 лет назад к порогу ядерной войны Моими собеседниками сегодня были Нина Хрущева и Сергей Радченко Слушайте «Американские вопросы» в эфире На сайте «Радио Свобода», на YouTube, TuneIn Подкаст доступен на iTunes, Google Podcasts и других платформах подкастов Пишите, комментируйте в социальных сетях и на сайте Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Вайбер и Телеграм Свободная система обмена сообщениями Мгновенно познакомит вас с точными новостями И новыми публикациями «Свободы» Эпоха свободной информации Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Вайбер и Телеграм Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова